Ленина 23 в Апатитах. Очередная жалоба на холод в квартире. Екатерина Ивановна Чекшина обратилась в редакцию Народного телевидения с просьбой разобраться в ситуации. А еще, чтобы поделиться своими соображениями насчет низких температур. Ведь холод в своем жилье пенсионерка связывает с ужасным состоянием подъезда. Так ли это? Разбиралась Юлия Астахова. Вот там пик, вот там, который, видите, трубы-то голые, поэтому и холодно. А правильно говорить, наверное, и не виноват. А тут оно, как мороз, они тут замораживаются, и ко мне не поступает тепло. Екатерина Ивановна проводит экскурсию по подъезду. Прямо на первом этаже слева огромные дыры на полу и в стене, из которых виднеются трубы. Где-то здесь и теряется тепло, которого так не хватает в квартире Апатичанки. С коммунальщиками воевать Екатерина Ивановна устала, но подруга уговорила еще раз попробовать решить эту насущную проблему. И как не придешь, она вот сидит все время, вот такая вот, наденет на себя всего, сидит, дрожит, человек диабетит, ну сколько можно лучше сострадать. На недостаточное отопление хозяйка жалуется во всей квартире, особенно в ванной комнате, где полотенцесушитель практически не греет. Поэтому уже не один год подряд Екатерина Ивановна ходит мыться в соседний дом к дочке. Вот так я живу, с 11-го года вот все мучаюсь. Ну, в комнате-то я пуховым одеялом оденусь. То есть полотенцесушитель уже более пяти лет у вас почти не греет? Не греет, нет, с 11-го года. Тепловые сети работают в штатном режиме, отклонений не зафиксировано. Таким был вердикт энергетиков в ответ на обращение пенсионерки несколько лет назад. И изменилось ли что-то сейчас? Оказывается, нет. Управляющая компания «Жемчужная», в чьем ведении и находится «Ленина-23», произвела соответствующие замеры. Температура в каждой комнате не менее 20 градусов. Дело в другом. Находится просто в удручающем состоянии все окна. Развалившие, они сихонят. Там насквозь фактически проникает воздух. Кроме этого, в этой же квартире находится так называемая морозильная камера, которая в стене обмонтирована. Она фактически постоянно открыта. То есть, то же самое воздух поступает холодный. То есть, в квартире надо, если не поменять, то просто проклеить окна. Тогда ситуация с теплом в корне изменится, обещают коммунальщики. И дыры в подъезде тут ни при чем. Впрочем, и до них дойдет дело. В ближайшие несколько лет этому дому светит ремонт. Конкретно по этому дому, я думаю, где-то в течение 3-4 лет все подъезды будут ремонтированы. Один подъезд у нас уже отремонтирован по этому дому. Но остаются еще три. Коммунальщикам будет проще, если актив дома составит план очередности ремонта подъездов. В обратном случае управляющая компания будет приводить их в порядок на основании заявлений жильцов. Продолжение следует...